ну какой тут теханализ какой фундаментал посмотрите какие сквизы это что вообще такое крипто скам расходимся ладно ну а теперь серьезно всем привет вы на канале крипты комманс с вами грине я трое суток провалялся с температурой по голосу наверно слышите поэтому пропустил все самое интересное позавчера у нас с вами был вынос на 21000 практически самое обидное что я вот здесь вот набрал лонгов и в автомате они чуть-чуть разгрузились а дальше я просто проспал и все это вернулось без убыток в общем да и сегодня был тоже очень интересный выпад вот этот вот кто успел конечно это лонгануть очень хорошее было движение но давайте теперь серьезно отдалимся и посмотрим хотя бы четырехчасовик и так что мы здесь видим мы видим очень медвежью картину до bitcoin ведет себя как пружинка скачущая по лестнице готовая упасть снова ниже куда-нибудь точно 10 а то и 9 но знаете чем когда все вокруг орут крипто скам и ждут цен ниже меняет немного настораживает и я покупаю ребята знаю как вы напишите в комментариях что делаете вы я это дело покупаю потому что я все таки верю в крипту в любом случае потому что смотрите во первых июль месяц июль месяц статистически у нас разворотный и весьма обычай как вы можете видеть из графика в июле цена биткоина каждый год разворачивалась и начинала расти даже на медвежьих рынках и вот мы пришли к июль месяцу это может произойти в середине июля может произойти чуть раньше может чуть позже тем не менее может и не произойти естественно но статистика такая есть вот а теперь давайте подумаем повнимательнее посмотрим на этот паттерн на четырехчасовике и скажем что же он из себя представляет на мой взгляд это паттерн w или двойное дно который по технике должен пробиться наверх сломав линию сопротивления на уровне 22 тысячи и дойти куда-то до 25 или 27 тысяч как ближайшую цель то есть все еще то о чем мы с вами говорили вот этот блок предыдущей проторговки даже повыше в районе 28 32 тысяч он актуален он актуален в качестве промежуточной цели скажем так давайте взглянем на индикатор и cycle bottom который вот-вот у нас с вами отсигнализирует дно цикла помните мы смотрели его в предыдущих роликах и подкручивали немного по фану но если его не подкручивать посмотрите-ка вот у нас было точное дно вот у нас было точное дно и сейчас когда эти два мувинга пересекутся у нас тоже с вами по идее будет точное дно на рекордно перепроданном rsi поэтому конечно консервативно лучше ждать этого подтверждения и заходить уже там вот но все зависит от вашей стратегии плавно добирать сейчас на мой взгляд по таким шикарным ценам тоже вполне себе разумно потому что мы находимся на уровне предыдущих исторического максимума чего еще ни разу не было с нами в истории биткойна чтобы мы тестировали уровень предыдущего исторического максимума в принципе ну разве что вот этот промежуточный максимум у нас был с вами оттестирован вот здесь максимум 13 года был оттестирован в пятнадцатом году на дне кстати медвежьего рынка чтобы понимали вот так же включаем индикатор beam bands который показывает нам коридор хода цены и видим что по нему мы находимся в рекордно перепроданных значениях посмотрите мы из него всего несколько раз вываливались вот здесь на коронадампе вот здесь на дне медвежьего рынка ну и в самом начале когда он только формировался у нас тут был серьезный прокол в одиннадцатом году и вот мы снова пришли сюда и мы снова на дне точнее прокололи дно этого индикатора линия дна которого сейчас располагается на двадцати двух тысячах опять же но самое интересное это его верхняя граница посмотрите где она она находится на уровне двести семьдесят пять тысяч долларов ребята чтобы вы понимали во всех предыдущих бычьих циклах мы доходили до верхней границы и даже немножечко и прокалывали как вот здесь вот здесь и даже в промежуточной вершине в этот раз промежуточной вершине мы не дошли до этой границы мы дошли примерно до середины канала так что это просто на заметку всем долгосрокером что тут есть куда расти в принципе так-то и всем кто не верит в крипту все кто говорят что там какие там 300 тысяч или даже кто-то еще смотрит какие 40000 хотя это вот среднее значение. Просто посмотрите потенциал, какой у нас есть. Ну и потом фонда. Ребят, фонда, в принципе-то, ей еще есть куда падать. И тут я соглашусь, что да, типа мы вроде как входим в медвежий рынок, S&P сейчас повалится ниже, и биткоин за собой уведет. Но это же не помешает ей перед этим отскочить, потому что определенно у нас еще с вами не было шортсквиза ни на фонде, ни на крипте. Без шортсквизов медвежий рынок никогда не происходит. Посмотрите, у нас с вами на недельном таймфрейме еще ни одной зеленой свечки не было, начиная с 47 тысяч. Ну, с 45, ладно. Как бы внутри дня вот это вот можно назвать шортсквизом, конечно, но я думаю, что это скорее просто крупный игрок закрыл шорт по маркету. Один крупный игрок, который решил обогнать другого, не дожидаясь, просто закрыл по рынку, собрал всю ликвидность, которая в стакане просто отсутствует. Ликвидность на продажу, я имею в виду, потому что когда вы закрываете шорт, это рыночная покупка, вы ей, соответственно, ударяете об продавца. Если мы посмотрим с вами на продавца, то мы видим, что продавца-то тут и нету, посмотрите, до 23 тысяч, вон, пустой стакан, а желающих откупить вот и по 17, по 16, по 15 просто море. Поэтому в текущих условиях цену пампить гораздо легче. Так что мы имеем дело просто с инсайдерской игрой по ликвидации крупных фондов. И как бы вот у нас на этом шортсквизе, скажем так, было здесь облако продавца, но далее-то его нету, посмотрите. У нас здесь есть только облако покупателя, которое держит цену уже достаточно давно. На этом уровне не дает ее ниже. Обратите внимание, как каждый раз, когда мы опускаемся ниже 19 тысяч, нас тут же выбрасывают, как мячик из-под воды. Вот, ну и объемы, хорошие объемы зашли на самом деле. На дневке у нас гигантский дивер, на 8 часах желтая точка. И похоже, да, что, ребят, никто не верит, но вот такой вот сценарий наиболее вероятен. Вот, ну и что мы видим по умным лонгам с Bitfinex, да то, что они все еще их держат, посмотрите. Они начали плавно разгружаться, но это происходит как раз на том, что мы чуть-чуть отросли с 17,5 тысяч на 19, но пока еще глобально серьезной разгрузкой еще даже не пахло. То есть, когда они реально разгрузятся, это значит, что произойдет что-то вот такое с ценой, как мы с вами знаем. Ну и по индикатору Hash Ribbons, кстати, я вам напоминаю, что у нас полным ходом идет капитуляция майнеров, и она вот уже практически подходит к своему концу, после чего у нас с вами загорится синий сигнал на покупку, такой же, как множество раз до этого, который в прошлом практически всегда приводил к очень сильному росту. На Candle Wave загорелась покупка на часовике буквально на прошлой свечке. Так что, ребята, я не знаю, тут как бы выбор за вами, естественно, я просто вам говорю, что я вижу, что я сам делаю, а вы, пожалуйста, принимайте все решения сами. И по поводу Dash, и не только Dash, кстати, а любого альткоина, в принципе, в который вы влетели, как вам кажется, на хаях. Вот сейчас многие пишут в чате, типа, ну и что там, кто купил Dash по 200? Смотрите, all-time high Dash'а 1600. Если вы купили его по 200, это значит, что вы купили его с 87% скидкой. А если вы купили его сейчас по 40, значит, вы купили его с 97% скидкой. Понимаете разницу, да? То есть, между 87 и 97% коррекции, не 10% коррекции, потому что Dash с 200 на 40 сложился уже еще на 80%. Поэтому подумайте вдолгую. Понятно, что лучше было бы купить его сейчас по 40, но вы же не знали, опустится он туда или нет. Но сейчас самое тупое, что можно делать, это продавать. Любой альткоин, даже биткоин, если о нем мы говорим, кто купил там гораздо дороже, по 40, там по 60 и так далее. Вы поймите, что сейчас проще реально купить еще. Вы можете купить еще столько же монет, и у вас средняя цена станет 120. А можете купить в фиатном эквиваленте в несколько раз больше монет на ту же сумму, и у вас средняя цена станет уже 60 или 80, понимаете? Да и потом посмотрите, как себя вели другие альты в такой же фазе накопления. Тот же Cardano. Посмотрите, как себя вел. Вот здесь тоже. Многие купили его с 85% скидкой по 20 центов, а он после этого что сделал? Упал на 2 цента, еще на 88%. И тоже все над ними смеялись и говорили, а, скам, ваш Cardano в 10 раз сложился. И где теперь те, кто смеялись? И посмотрите, как вы могли красиво выйти из него по 2 и по 3 доллара. Поэтому смотрите, если вы купили те монеты, которые еще так не сделали, держите их, не продавайте, потому что будет очень обидно, если вы продадите их вот здесь, и они улетят без вас. Вот такие сегодня мысли. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если у нас новенький, жмите на колокольчик. Всем профитролей, и до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok